Итак, снова здорово, дорогие друзья, товарищи, ladies and gentlemen, welcome to our massage training and hieropractic. Значит, разбираем скриоз, продолжаем, да? Ну, если вот с этой стороны, да, то мы продавливаем по цепожную сторону, раздвигая ноги вот туда вот. И так же, когда поперечные позвонки, отростки поднялись, да, тоже в них, соответственно. О, у тебя опять все пропустят. Да, но с ногой, естественно, растянули, да, но с ногой мы высоко не сможем вот верхний отдел гурного позвоночника проработать. Поэтому делаем с этой стороны. Вот если здесь, например, в нас развеем эти позвонки, да, то, соответственно, с той стороны должна растянуть, подтягиваем вот голову сюда, разворачиваем ко мне. И прям побольше всего сюда. То есть, за счет поворота головы они уже там доворачиваются чуть туда, да? А теперь кладем руку на верхнее ухо. Вот сюда. И вот такой вот прием. Давлю на шею, ну, лихонечку, не я с тренку локтя, да? Просто как бы карачиваю. И, во-первых, через лопатку можно. И через вот эти вот остистые позвонки тоже. То есть, в двух сторон? Да. Ну, если через лопатку, то за ребра получается, да, мы тянем? Да, через лопатку, да, на реберную дуги удалось. Не лопатку? Лопатка, 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 прям через лопатку. Она зафиксирована получается в этом положении полностью. Да, если у тебя, ну, бывает, у тебя такая лопатка, а стоит лопатка, да, там, раскачивать таких очков, ну, там, прям на ребры попадаешь, да? А если лопатка близко, то прям через нее. Вот, что-то щелкало, да? Надо плечо, по-моему, щелкало, да? Нет, вот именно там ребра, да. А, ребра щелкало, да. Ну, вот видите, уже прощелкали. Тот же самый прием можно сделать, например, когда рука вот так вот висит, да? Значит, отвели лопатку, чтобы прицелиться в первое ребро. Поставили локоть. Ну, тоже, если отстаем, то больновато. Вот, поэтому так поперек кладем и плечо поднимаем. Закримерный отросток. Перешли ниже. Вот здесь два. Еще ниже. Добеждаем, чтобы рука просто висела. Три. И здесь, смотрите, что еще получается. Усиливаем тем, что второй лук отдает на мою предплечье. Олег, у вас такие предплечье, там ничего усиливать не надо, я вам говорю. Да. Ну, по идее, вот смотрите, чтобы не кость, а в кость давили, да? А лучше вот так на мякость положили, и вот двумя локтями получается усиливается. Ну, в принципе, то же самое, если вы подошли с этой стороны. Да, давайте симметрично меня сделаем. А, давай, да, симметрично, чтобы вот натянули опять вот сюда, подняли локоть вот сюда, и вот через свой локоть, видите, вот рычаг. Прямо можно через лопатку продавить. То есть, чтобы вокруг больного не бегать, да? Да, чтобы вокруг больного несколько раз не бегать, можно просто... Я уже забыла отсюда, как сидел. Оттуда я делал вот так, вот, поднимал, а вот эту руку ставил, ну, и мое тело там, вот. Отсюда просто наоборот. Сейчас тренироваться, будешь попробовать. Вот, сейчас, видишь? То есть, всегда у нас одна рука рычажная, другая... Толкающая. Толкающая, толчок. Ну, толчок имеется в виду не тот, который в туалете стоит, да? Слушай, на это. Понятно, да. Который мы воздействуем. Продолжаем тему сколиоза. Если в поясничной области мы делали, это называется, задняя левада. Вот за две ноги подняли и развернули. Вот видите, то есть, развернули. Вот, соответственно, позвоночек подавили. Ага. Вот подхватили, вышел отец, чтобы сам голем не было. Ну, если что, он может, в принципе, все держать, да? И вот для ровного человека, просто продавили. Вот это сейчас. Для тех, у кого сколиоз вниз ты идешь, да? Да, прямо по астистам. Ровно вниз, прям астистам зажимаю вот так мягко, чтобы... Вместе, ты, наверное, гипотенарда, да? Да. То есть, на экстензе, видите, мы работаем. А если сколиоз вот так развернули, и вот туда продавили. Пятка ладони, да? Пятка ладони, да. Пятка ладони, да, поперечная и астистная. Если человек достаточно гибкий, можно усилить ему. Здесь чуть назад. Терево. Вот такая ступенька. Слуньи вам как голову, голову сюда, а локти вот сама. Не ехать, локти, локти. Ну, единственное, что здесь не получается у нас рычаг сделать, да? Теперь смотри. Вытащи голову вверх и упрись себе в лобик. Вот так. Вот, вот. Вот здесь. А как это? Поднимайся вот так. А, ну, вверх. Нет, пока мячелец, пока в лоб. Пока в лоб. А, в лоб. Вот. Вот. Тут, соответственно, можно еще увеличить лордоз. Прямо шейный лордоз. Прямо туда вот опираемся и за счет головы растет. О, хорошо. Еще раз, Олег, сделайте. Ну, пока. Сейчас замечательно. Да, это, вилет. И даже это атлант двигается, честно говоря. Ну, при этом, да, тоже двигается. То есть, за счет складки кожаной, да, мы практически упираемся в весь шейный отдел. Ну, и так же вот. Позвоночник. Значит, ассисты мягко упадывают сюда. Либо так руку, либо так руку. Так, а когда вот вы шею, вы одну руку на шею, а вторую куда? Лоб. А, прям лоб, да. Те, кто гибкий, можно еще усилить. Экстензию под подбородок упирать. Я гибкий. Да. Ну, уже на пределе. Вот то же самое. Красно. Кричем гон является череп, соответственно. А без ступеньки так не работает? Без ступеньки, если человек не гнется, то же самое можно... Да, то же самое. Ступеньку усиливают просто. Да, если позволяет гибкость, но ступеньку не позволяет, значит, вот так. Просто бывают такие гибкие люди, где-то перчатые. А, понимаю. Да, у которых там и шея длинная, и все тело такое субтильное, как... Ну, жирафы. Как жирафы. Слизняк такой. Ну, у них и подвижность такая в суставах. У меня был один такой человек, у него такая гибкость шеи, что он прям голову клал себе на грудь сюда, а там, в свою сторону, на спину практически клал голову. Я ему не мог прием провести, потому что просто все гнется в все стороны. Не поймаешь. Да, еще чуть-чуть спустись. Усиливаем, как бы, эту формулу. Чуть-чуть. Ставим стопу. Вот эту, да? И ногу свою... Делаем горизонтально. Вот сюда теперь локти клади. Наверх. Чуть подсенись. Или я к тебе. Соответственно, вот тоже самое помешается. Еще выше. Если сколиоз в мою сторону, да, разъемные позвонки, то, соответственно, вот там растянул, видите, теперь по-другому. Вот здесь можно, вот так вот сделать. И вот туда вот продавите. Супер валик. То есть опять и в рыбродами, и властистые. и поперечные и властистые ну приемы поперечные через через мышечную а через параберстабральную мышцу значит властистых оступить два пальца ну теперь чтобы закрепить надо все повторить это приемов избыточное количество да а если по видео смотрите ничего не запоминаете лучше вам быть здесь дорогие друзья с вами был олег алабудин и ассоциация